Всем привет! На связи Алиса. Мой дом Яндекс.Станция. Я слышала, что у людей все не так. Ваш дом – это место, куда зовут в гости. Место, где укладывают детей и читают им перед сном. Место, где смотрят кино и футбол. Место, где вместе ужинают. Место, где шторы открываются по команде, но иногда пропадает интернет. Словом, очень интересное место, самой хочется взглянуть. Посмотрим вместе? Кстати, мой новый дом вы тоже увидите. Возможно, даже не один. С каждым годом пользователей станции становится все больше и больше. Станция МИДИ – это самое сбалансированное устройство всех, которое мы делали. Интересно придумать прямоугольный носок, на самом деле. Куда, без часиков? А где же часики? Без часиков – жизнь, не жизнь. Представить себе взросление ребенка без гаджета уже невозможно. Если уж ребенок получает в руки гаджет, чтобы это время он проводил с пользой. Лавка, собственно говоря, она как раз и есть продом. Блин, сырнички топ вообще. Божь кайф. Сейчас я разомнусь. Спорт, мне кажется, способен самые большие эмоции вызывать. Мы, по сути, обучаем машины правильно понимать, что делает футболист на поле. Кажется, нам всех удивим. В принципе, любое современное устройство является способом дистрибуции сервисов в дома людей. Когда Яндекс.Станция или любое другое устройство с Алисой попадает в дома людей, мы приносим и другие цифровые сервисы. Первый сервис, который попал в дома людей – это была Алиса, но вместе с ней пришла Яндекс.Музыка. Следующим сервисом стал «Умный дом». Через некоторое время там оказался также кинопоиск. Года два назад мы научили Алису заказывать такси. Сейчас мы анонсировали то, что научили заказывать лавку, и постепенно у людей появится доступ до всех сервисов Яндекса, не поднимая телефон. За пять последних лет количество устройств, которые мы выпускаем, драматически увеличилось. С каждым годом пользователей станции становится все больше и больше. Мы практически каждый год удваиваемся. К концу года мы, надеемся, переплюнем 8 миллионов активных пользователей Яндекс.Станций. Мы хотели бы в конце этого года начать продажи новых двух устройств. Одно устройство – это станция MIDI. Я думаю, что станция MIDI – это самое сбалансированное устройство всех, которое мы делали. По нескольким причинам. Вот банально. Почему она такого размера? Мы знаем, что, с одной стороны, станция 2 достаточно громкая, но достаточно крупная. Она не во все интерьеры вписывается. Станция мини – она на то и мини. Она достаточно маленькая, и звука некоторым людям не хватает. И вот MIDI, он даже по названию, да, он средний девайс между станцией 2 и мини, потому что мы четко увидели потребность, с одной стороны, в большем звуке, с другой стороны, мы поняли, что люди ограничены в размерах, где можно поставить это устройство. Совершенно не случайно там появились часики. Куда без часиков? Мы когда станцию 2 выпустили, все нас поругали. А где же часики? Куда вы делились часики? Вы что сделали? И поняли, что без часиков жизнь не жизнь. В этом устройстве сделали новый подход, которого у нас никогда не было, когда у нас по ободку устройства есть некоторая лента из светодиодов, которая реагирует вместе с Алисой. То есть, если Алиса говорит о том, что сейчас на улице, например, идет дождь, эта лента будет мигать таким голубым. Если будет идти снег, то она будет мигать белым, как будто падают снежинки. А если солнечная погода, то она будет светить ярким желтым светом. Вот эта иллюминация должна быть видна с любой точки комнаты, чтобы где бы ты ни находился в комнате, с любого угла ты увидел, что да, Алиса тебя услышала, и вот она сейчас с тобой взаимодействует. Ну и, конечно, прекрасный звук, потому что у станции Мидии 24 ватта, при этом объем достаточно маленький. Сама станция очень басовитая для своих размеров. Она выдает очень низкие частоты. И, в принципе, когда выкручиваешь громкость на максимальную, то даже можно ощущать, как вибрирует стол. Маленькая, но мощная. Старт продаж Яндекс станции Мидии 16 ноября. Мой новый домик снова с часиками. Один из топовых сценариев, которые люди пользуются в наших устройствах и в ассистенте, это умный дом. Мы как бы всегда находимся в стадии оптимизации, оптимизации нашей жизни, и это и есть та польза, которую мы приносим в дома людей с помощью ассистента. Мы внедрили Zigbee-модули, чтобы можно было управлять этим умным домом локально. Zigbee — это технология беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц. Она позволяет устройствам умного дома общаться друг с другом. Zigbee тратит мало энергии, поэтому вам не придется часто менять батарейку. А еще благодаря Zigbee сценарии умного дома могут выполняться даже без подключения к интернету. Следующим этапом стало сделать так, чтобы голосовые команды от Алисы не зависели от интернета. То есть даже если интернет перестанет работать, то ты сказал Алисе, выключи лампочку, лампочка выключится. Привет, меня зовут Леша Сидорин. Я работаю в Яндексе и отвечаю за сервисы, которыми пользуются сотрудники для совместной работы. А еще я большой фанат умного дома. Ну, в данном случае умной дачи. Здесь порядка 200 различных устройств. Важный дисклеймер. Многие устройства я доработал сам, ну, руками. Например, эти ворота. Давайте вам все покажу. Алиса, закрой ворота. Очень важно сказать, что умный дом — это хобби. И я сделал множество сценариев, которые, в принципе, не нужны здоровому человеку, но мне было интересно попробовать. Например, я очень порадовался поставить камеру в скворечнике и подглядывать за птичками, когда они там что-то свое делают, а я смотрю это на телевизоре. Здесь порядка, там, 20 умных лампочек, которые загораются всеми цветами радуги каждый вечер. Мыльные пузырьки. Важно отметить ценность именно Zigbee устройств. Вот такие датчики движения развешаны по всей территории. Такой датчик работает на маленькой батарейке и может продержаться несколько лет на этой батарейке. Wi-Fi устройства такого не могут. Они сядут, наверное, за день. Добро пожаловать домой, мой добрый друг. Тебя давно не было. Я включила все необходимое для тебя. А конкретно она говорит про то, что она включила чайник, увлажнитель и другие приборы, которые, в общем, способствуют комфортному пребыванию дома. Умный дом работает на всю семью, в частности, на кота, у которого тоже есть умный туалет. Сюда приходит кот, наступает, и в этот момент штука понимает, что, в общем, кот сделал какие-то свои дела, прокручивает это, и, в принципе, ты забываешь про то, что нужно за котом что-то убирать, и он живет себе по кайфу. Это пауэрбэнк для дома. Если пропадет электричество, то дом сможет существовать автономно в течение суток или более в зависимости от потребления. Вершина моей колхозной автоматизации — это вот эта вот штука. Я сделал небольшую хитрость. Я просто разобрал пультик от ворот, подключил к нему умное реле, и оно используется умным домом. Помните, открывались ворота и закрывались. Это именно штука, которая отвечает за их открытие и закрытие. Конечно, очень важное пространство в современной работе — это некие кабинеты, рабочая зона. Здесь множество лампочек, фон, камера. Что можно сделать? Настроить цветовую гамму, и даже на такой, видите, панельке можно сделать всякие эффекты, которые делают твою работу онлайн много веселее. Например, бубух! А сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент. Ребята мне подогнали новую станцию MIDI, которая обладает рядом крутых фичей. Она, как и Яндекс.Станция 2, тоже обладает Zigbee-модулем, но за счет более мощного процессора некоторые команды намного быстрее и, главное, могут работать без интернета, что мы сейчас и протестируем. Для этого мы возьмем самый обычный торшер и сделаем его умным за счет подключения в умную Zigbee-розетку. Соединим это устройство с Яндекс.Станциями, и давайте попробуем потестировать. Ставим на mute пока эту станцию. Алиса, включи торшер. Работает. Алиса, выключи торшер. Теперь ставим на mute эту колонку, включаем эту колонку. Алиса, включи торшер. Алиса, выключи торшер. Не знаю, насколько быстрее, но быстрее точно работает. Но это не главное свойство, главное, что это можно сделать без интернета, то есть твой умный дом не обращается к облачным сервисам для того, чтобы осуществить какую-то голосовую команду. Вот это здорово будет сейчас протестировать. Для этого я отключу на обеих колонках интернет. Алиса, включи торшер. Алиса, выключи торшер. Ну что, вы просто поверили. Алиса, включи музыку. Это работает без интернета, это же очень круто. Алиса, включи торшер. И при этом, мне кажется, даже еще быстрее, чем когда есть интернет. И кроме умного дома, это все еще крутейшая музыкальная колонка, в которой три динамика, которые создают невероятный звук. Давайте проверим. Алиса, включи что-нибудь. Включаю. Громче. Громче. Пауза. Обратите внимание на небольшой лайфхак. Я управляю Алисой, не называя ее по имени. Это можно сделать в настройках приложения. Тогда она будет поднимать команды громче, тише, пауза без обращения. Ну а звук просто супер. Не знаю, как это передать через камеру, но немножко стол даже вибрирует. В общем, как будто есть сабвуфер для этой колонки. Спасибо, что зашли. Всегда приятно делиться умными вещами с умными людьми. Пока-пока. Закрой ворота. Окей, закрываю. Вместе со станцией 2 мы анонсировали новую технологию Roping Correction. Если мы поставим станцию в определенное место, то станция автоматически настроится под лучшее звучание именно в этом месте. За счет того, что мы галибруемся сами об себя. Фактически мы слушаем то, что играем и понимаем, а как же на самом деле должна звучать музыка в этот момент. В конце концов, это дает то, что ты имеешь качественный звук, несмотря на то, что станция расположена далеко не в самых акустических правильных условиях. Наш основной продукт — это ассистент. Поэтому мы на старте договорились, что положим максимум возможного железа в этот продукт. То есть мы внедрили туда новый процессор следующего поколения, не тот, который используется в станциях мини и станции 2. У этого процессора более мощные ядра, и эти более мощные ядра мы поменяли на дополнительные свойства у Алисы. То есть, во-первых, там будет Voice Activity Detector. Сейчас все объясним. Voice Activity Detector, он же детектор речевой активности — это штука, которая определяет наличие речи. При этом саму речь детектор не распознает. Просто проверяет, говорит сейчас кто-нибудь или нет. Мы, например, утром просыпаемся, начинаем что-то говорить, и на это будут срабатывать сценарии. Например, не знаю, открылись шторы, либо включился чайник, и доброе утро. Алиса может тебе сказать в этот момент. Чтобы срабатывал Voice Activity Detector, его необходимо настроить в приложении «Дом с Алисой». Это какой-то общий путь Яндекса, что мы, залезая в какой-то бизнес, постепенно понимаем, что если мы начнем делать что-то сами, мы сделаем это лучше. И вот, наверное, главный путь, который Яндекс проделал за эти пять лет — это разработка девайса целиком. Буквально от идеи до последнего финального винтика, до последней финальной процедуры какой-то. Сейчас мы действительно придумаем всю механику, разрабатываем всю акустику, электронику, дизайн и прочее-прочее. Даже вот саму ткань разрабатывали, как она сплетена, какие там цвета нити. Ткань — это же цельный кусок, то есть она же как носок плетется. Интересно придумать прямоугольный носок, на самом деле. Это первое изменение. Второе изменение — это действительно с момента понимания, что нам нужен следующий девайс, поколение, форм-фактор, что угодно. Мы в этот момент сразу начинаем думать, как мы будем делать его массово. Привет из Гуанчжоу. Сегодня мы находимся на фабрике, где делаются станции «Мидия». И перед тем, как мы расскажем о том, как она производится и разрабатывается, я хочу познакомить вас с двумя важными людьми. Привет, Робин. Привет, Андрей. Робин — это директор фабрики, где мы все это производим. Привет, Хантер. Привет. Привет. Хантер — это директор разработки. Одним из важных критериев выбора завода — это посмотреть, какие другие продукты они делают. Здесь ребята делают очень сложные акустические устройства. Хантер, какой твой любимый продукт? Мы делаем много колонок. Сейчас самый востребованный продукт — умные колонки, устройства для умного дома. Самое чистое место на заводе — это место, где производится сердце и мозг Алисы. Плата, на которой монтируются процессоры и сотни других элементов. Плата полностью без участия людей проходит по этому конвейеру и, в конце концов, уже получается та плата, которую вы обычно видели. Стивен, можно мне взять одну? Конечно. Большое спасибо. Здесь еще платы не разделены. Здесь четыре платы будущей станции МИДИ. И если так посмотреть, здесь написано «Magic lives here». Это наш главный процессор, собственно, который и дает жизнь всему устройству. С чего все начинается? Конечно, это Яндекс. И мы очень любим данные. Поэтому в начале линии у нас стоит такой дашборд, на котором мы можем видеть статистику по производительности. Есть цифры, о которых мы особенно гордимся. И, наверное, никогда Яндекс об этом не говорил. Эта цифра — вот это вот. Это наш враг. Практически никто в мире не умеет производить устройство с таким маленьким браком меньше, чем половина процента. Сколько человек на сборке? Здесь мы видим только одну из трех линий. На каждой сборочной линии работают 65 человек. Самый важный и сложный процесс. Как устройство начинает умнеть? Уже абсолютно готовое устройство вставляется в такую специальную конструкцию и происходит заливка программного обеспечения, прошивки внутри устройства. И этот же этап является первым этапом контроля качества. Потому что если устройство не смогло загрузить прошивку, значит с ним что-то не то. Мы находимся в идеальном практически кубе, где со всех сторон расположены вот такие элементы, которые блокируют любые отражения звука. Благодаря этому мы можем произвести суперточные измерения. Только так можно сделать акустику высочайшего класса. Здесь комната для акустического удовольствия, где уже готовые устройства или прототипы ставятся в интерьер близко к домашними, чтобы послушать, а как же будет звучать продукт не в идеальных условиях как лаборатории, а в настоящей комнате. Хантер, что думаешь про качество звука у колонки? Просто потрясающе. Почему? У нас здесь два высокочастотных динамика и один низкочастотный. Это система 2.1. Получаем мощные басы, чистый вокал, четкие и высокие. Да. Сто процентов устройств, которые мы произвели, тестировали и убедились, что с ними все хорошо, попадает еще на один этап. Это называется нагрузочное тестирование. В этой комнате устройство играет на максимальной громкости. Два часа каждое устройство гоняется в плохих температурных условиях, там достаточно жарко. Именно это позволяет нам убедиться, что с ним все совсем-совсем хорошо. В лаборатории тестирования надежности мы убеждаемся, что те устройства, которые мы спроектировали и производим, то, что они работают как надо. Например, в эти шкафы мы кладем устройства либо в очень горячие, либо в очень холодные условия, убеждаемся, что они работают нормально. По сути дела, это гигантский холодильник и гигантская печка. Что мы здесь делаем? Мы убеждаемся, что разъем подключения провода питания к колонке достаточно надежный. Сколько циклов мы здесь тестируем, прежде чем утвердить дизайн? Всего 5000 жизненных циклов. После этих испытаний станция МИДИ должна иметь надежное соединение. Мы роняем устройство не просто на пол, но роняем его на мраморную плиту. Симулируем максимально возможный удар снизу. И только таким способом мы можем убедиться, что устройство не повредится, даже если попадется со стола или у вас выпадет из рук. Давайте покажем, как это работает. Хорошо. У Яндекса пять заводов по Китаю. Идеология везде одинаковая. В производстве нет ничего неважного. И эти стандарты качества не едины для любого устройства Яндекса. Конечно, завод нам не принадлежит. Это завод партнера. К выбору каждого завода мы подходим супер тщательно. Вот, например, с этой фабрикой мы два года разговаривали, чтобы договориться о построении процессов производства по нашим стандартам. Устройство собирается по тому процессу, который придумано нами. Оно тестируется по тем процедурам, которые нами придуманы. Конечно, завод иногда приходит и подсказывает что-то. Говорит, ребята, сделайте вот так получше, будет здорово. Шумная комната, она как раз была заводом предложена. А это конец производства. Здесь хранятся товары, которые мы произвели, и постепенно они загружаются в грузовик, который сейчас позади камеры. Примерно каждый день мы нескольких контейнеров грузов отправляем. Устройства, которые мы делаем, они правда меняют образ жизни и уровень удобства, который у тебя есть. Давай примеры. Там с телевизором, с ТВ-станцией. Прямо скажу, это глубоко визионерский продукт, потому что мы верим, что голосом с телевизором удобно работать. Мы понимаем, что этот продукт непривычен, прямо скажем, пульсом. Ну сколько нас там последние... Знаешь, когда мы телевизор отпускали, мы выяснили, что первые пульты что-то в 70-е годы еще появились. То есть люди там лет 50 уже привыкли тыкать с пультиками. А тут мы говорим, слушай, взаимодействие с голосом. Мне на прошлой неделе приезжала теща в гости. Прошла, села, она говорит, а где пульт? Я говорю, не надо, вон, скажи, включи телевизор и какой канал? Она говорит, Российка, культура. Я говорю, ну так и скажи голосом. И когда она реально сделала, это просто произвело фурор. Это действительно совершенно другой опыт. Телевизор точно есть практически в доме каждого человека. Но это, наверное, правда про нашу веру. Мы правда считаем, что мы можем сделать телевизор лучше, если мы туда добавим Алису и добавим ему больше возможностей. Я же забыла рассказать про нового жильца нашей квартиры, нашей семьи. Это огромный телек, не Датани Харламова-Патрудинов, это огромный телевизор, который даже со мной вместе вот в сторис не помещается. Телевизор-станция с Алисой внутри. Телек выглядит вот следующим образом. Это 65 дюймов, как я уже сказал. Супруг мой вообще его обожает, больше чем меня. Что здесь самое классное? Здесь колонка с Алисой, встроенной внутрь. И можно управлять телевизором без культа, просто голосом. Можно общаться даже с выключенным телевизором, с Алисой через этот телевизор. Например, Алиса, открой шторы в спальне на 60%. Кайф. Все работает. Алиса, выключи телевизор через 15 минут. Сделаю через 15 минут. Супер вообще. Можно спокойно засыпать подкинчик. Короче, просто супер-супер классная штука. Мне очень нравится. Любовь! Это какой-то вообще естественный путь развития к системе, что ты какое-то время делаешь колонки, понимая, что ты исчерпываешь набор возможностей сценариев, и чтобы совершить принципиальный качок в развитии устройств, ты делаешь его, соответственно, с экраном. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот продукт, который мы делали очень долго, называется станция Duo Max. Фишка в том, чтобы появился экран, задача которого обеспечить визуальное взаимодействие с ассистентом. Очень удобно, когда у тебя ответ Алисы появляется еще и в тексте. Ты можешь прочитать быстрее, чем она будет отвечать голосом. Наличие экрана также позволяет привести несколько дополнительных сценариев, которые раньше не было. Это сценарий, связанный с видеопотреблением и со звонками, только уже видеозвонками. Я очень люблю готовить. Раньше, вот если вспомнить еще лет 10-20 назад, у вас всех дома был кухонный телевизор, но его все смотрели попой, потому что он обычно там сзади висел. А это же самый классный пример. Хочется приготовить что-нибудь с камамбером. Очень рекомендую какую-нибудь грушевую сос к нему сделать. Ты режешь свою грушу. Здесь у тебя стоит девайс, на котором, соответственно, крутятся какие-то видосы. Ты спрашиваешь Алиса, сколько сахара надо положить в грушевое пюре. Она в этот же момент тебе отвечает, и ты продолжаешь смотреть ютубчик, режешь грушу. Кайф вообще. Моя мечта была бы, что, когда мы приходили домой, ты вообще убрал бы смартфон. Потому что смартфон, извини, это во многом повышает уровень стресса или вовлеченности. Все время кто-то пишет, отвлекает, работа падает периодически и так далее. Зачем? Пришел, отложи и будь дома. Это твоя среда, тебе комфортно тут. Наверное, доу-макс решает эту задачу. Мы смотрим на конкурентов. То, что они делают, определяется их экосистемой. Американские компании делают упор все-таки на ассистента, а ребята в Китае делают упор не на ассистента, а на такое а-ля планшетное потребление. Мы же пытаемся построить продукт, который будет про общение, про поиск информации. И немного играемся как раз транзакционными сценариями, потому что, опять же, у нас есть такси, лавка и другие сервисы. Лавка, собственно говоря, она как раз и есть про дом, про то, чтобы людям помогать, вообще облегчать их жизнь, когда можно побыть со своей семьей, детьми, с кем угодно, классно там залипнуть и получить все, что ты любишь. Потому что за тебя сделал хоть какую-то работу кто-то другой, а не ты вообще сам должен был опять о чем-то заботиться. Если раньше мы были таким классным стартапчиком, где можно елку заказать, арбуз нам тебе привезут, то теперь люди в ежедневном режиме нас используют. Мы все больше и больше входим в жизнь как магазины дома. Мы сейчас есть в Москве, мы есть в Санкт-Петербурге. Мы есть еще в шести городах. Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Всем привет! Меня зовут Варя Веденеева. Я гастроэнтузиаст. Я обожаю завтракать дома. И я часто заказываю в лавке, потому что это удобно. Пока курьер везет мне заказ, я могу либо принять душ, либо сделать зарядку, либо поделать какие-то домашние дела. Иногда я заказываю в лавке просто то, что вот как сегодня на улице ноль, там идет какой-то снегодождь, и я не готова выходить из дома в такую погоду. Вот, например, мой сегодняшний заказ. Здесь творог, яйца, все, что мне нужно для творога, все, что мне нужно для яичницы, все свежее. Ну и я обожаю вот эту арахисовую пасту. Ну и вообще, очень классный концепт такого магазина у дома, который находится у тебя дома. Приходит к тебе домой сам. Очень классно. Спасибо большое. В еде разбирается каждый человек. Просто на том простом основании, что он ест. И каждый человек знает, как надо. Примерно каждый день кто-нибудь ко мне приходит и говорит, давай продавать лосось за 1300. Это нужно всем. Ну, имея в виду себя, само собой. Мы никогда так не делаем. У нас нет никакой задачи рассказывать людям, как им есть. У нас задача есть удовлетворить широкий круг потребностей и дать там внутри качественный продукт. Винегрет, борщ, оливье, котлеты. Их покупают абсолютно все. И это логичное такое действие. Исправить то, что уже как бы хиты продашь, чтобы он нравилось больше. И потом уже только заниматься вязанием бантиков. Рестораны приглашать, трюфель какой-то делать, утку по-бекински. Вот эти вот все штуки, приколы. В еде, если говорить с профессиональной точки зрения, тебе нужен баланс вкусовой. Для того, чтобы никуда не перекашивало. Чтобы это не было пересолено, чтобы это не было переперчено, слишком горько, слишком сладко. А задача наша – найти такой рецепт борща, борща того же самого, который, ну, примерно там 80% едоков борща скажут, этот борщ супер, я буду его покупать. И будут за ним возвращаться. Это такая регулярная регустация у нас на заводе в Петербурге готовой еды. Прямо это набор блюд, которые прямо сейчас в работе. Запах – это первое вообще, что у еды, помимо внешнего вида. Сначала же человек смотрит, потом, собственно говоря, подносит это к лицу. И первое, что до него доносится – это запах. Это нравится. Беру. Любой человек, который занимается кулинарией, знает, что суп с вермишелью куриный – это такое блюдо довольно совершенное с точки зрения баланса вкусового. И в нем должно сойтись вообще все, чтобы человек любой попробовал и сказал, да, это тот самый вообще суп, который мне мама варила. Да, как правило, сложнее всего приготовить самое простое блюдо. У меня кайф. Нравится. Дальше. У нас плов взамен на мясо. А мы его пересолили. Для нас самая плохая ситуация, когда мы узнаем о проблеме от пользователя. Для готовой еды важно вызывать доверие пользователя, потому что он не всегда знает, где это приготовлено, как это было сделано, что это за чудо такое, что суп может пролежать пять дней и быть свежим. Для нас важно это доверие растить. У нас есть пользовательские метрики для каждого блюда. Вот 80% лайков – это минимальный порог. То есть буквально 8 человек из 10 сказали, да, борщ – кайф. Понятное дело, что всем понравится. Абсолютно невозможно. И еда тоже не может нравиться абсолютно всем. У себя в голове мы хотим держать планку 95. Пришлось перепридумать винегреты, сырники, потому что, поверьте, у многих-многих людей это просто база жизни. Вот как бы может многое у человека что-то происходить в жизни, там, на работе, проблемы, в личной жизни, какие-то неурядицы и все такое, но он как бы ест сырнички. И такой, блин, сырнички топ вообще. Окажется, все хорошо. Вот так работает эта базовая еда. И мы с технологами завода перебрали, я уже не помню сколько, больше 10 сортов свеклы, доступные, собственно говоря, на рынке в тех объемах, которые нам нужны, чтобы получился тот самый вкус. Потому что тот самый вкус у винегрета – это свекла. И мы его нашли, и за счет этого, там, винегрет, который болтался где-то в районе 70 лайков, вышел за 90. По сырникам – 120 видов творога. В общем, мы перебрали с завода. Мы сейчас заходим на производство. Для этого нужно определенным образом подготовиться. Обязательно удалить весь возможный мусор с одежды и зайти через специальный санпропускник. Это называется кулинарный цех, который непосредственно всю еду и готовит. Вот здесь мы печем вообще свои блины. Как видите, мы это делаем, в общем-то, вручную, по рецепту, абсолютно домашнему. Чтобы ребята, которые пекут блины, добивались того, чтобы они не рвались, и при этом пользователю приходил чистый, красивый блинчик, нежный по своей структуре. Блинов теперь захотелось вообще резко просто. Хоть сырники и делают автомат, но они без участия людей, и поэтому эти сырнички у нас получаются такие мягкие, как облачка, классные и очень нежные. А здесь мы делаем плов. Наш знаменитый, суперпопулярный, классный плов. Он готовится в казанах. Это специальные индукционные казаны. Эти казаны позволяют нам такой плов сделать, к которому все привыкли и который все хотят видеть. Каждый казан объемом примерно где-то под 50 китров. Это 1200 порций плова в день. Мы в сборочном цехе. Позади меня конвейер, на котором собираются готовые блюда из всего приготовленного, упаковываются и дальше идут на отгрузку уже в лавке. Моя пасточка любименькая. Очень вкусненькая. Все эти блюда, которые мы здесь собираем, они от трех до пяти дней хранятся. Ваш заказ из лавки уже у вашей двери. Пожалуйста, заберите его. Алиса, включи кинопоиск. Сделано. Аудитория кинопоиска растет. Появляются или становится больше людей, среди которых можно выделить сегменты с разными интересами. Есть очень большой сегмент с интересом к семейному детскому кино. Есть сегмент с интересом к турецким длинным сериалам. Есть сегмент аниме. Еще одно направление, скажем так, зона интереса людей, это спортивные события, спортивные трансляции. Спорт, мне кажется, способен самые большие эмоции вызывать. Спорт — это отдельный мир. Достаточно большое количество людей, которые его любят, которые им интересуются. Спорт является очень важной частью развлекательной индустрии. Здесь мы делаем наши первые шаги с точки зрения развития различных технологических решений для спорта. И первой, наверное, такой ласточкой является наша система видеоаналитики по сбору данных и трекинга игроков. По сути, обучаем машины правильно понимать, что делает футболист на поле. Собственно, мы на футбольном поле. Я в роли футболиста. Меня снимают с трех точек четыре камеры. Мы меряем расстояние, сколько футболист пробежал за все время. Мы меряем скорость. Мы меряем перемещение. Важно это особенно по позициям. Например, есть защитник, полузащитник, как он двигается, или трениров. Важно, как, собственно, это все происходит с точки зрения перемещения. Здесь многих, на самом деле, может шокировать количество данных. Они избыточны для обычного человека, но они очень важны для аналитиков, для детального погружения и понимания максимальной перформансы игроков. Мы выбираем непосредственно российскую премьер-лигу. Далее статистику можно смотреть как по отдельно стоящему клубу, по отдельно стоящему матчу или по игроку. И далее уже такой детализированный отчет по каждому игроку, где кто находился на поле, какое количество потерь или возврата мяча, сейвов и пойманных мячей, перемещения прям с векторами движений. Ну, в общем, по сути, можно сказать, что это супер-супер подробный и детальный отчет по игре и по конкретной команде. Мы предоставляем возможность максимально видеть весь футбольный рынок, всех игроков, их оценить, проследить перформансы. Многие используют эти данные еще с точки зрения скаутинга, то есть поиска талантов, изучение каких-то трансферных возможностей. К примеру, тренер может сказать аналитику, что мне интересен вот этот игрок, не мог бы ты по нему посмотреть детальные данные и дать мне выжимку насчет его перформанса. Аналитик может взять все его игры, выявить ключевые какие-то параметры и дать свой вывод с точки зрения какой-то трансферной цели, насколько он подходит или не подходит для клуба. Ну что, мы попробуем сейчас сравнить сотрудника Яндекса с профессиональным футболистом, с Квинси Промосом. Сделаем забег из центра поля до штрафной. Сейчас я разомнусь. Он, правда, не разминался, а я разомнусь. Погнали. Ну что, как, как, как? Нормально? У меня же все попадало. Кажется, мы всех удивим. Это можно использовать не только, скажем, в спортивных целях, но и с точки зрения той же самой трансляции или клубы. Любят посвящать всякие интересные факты, связанные с игроками. Например, не знаю, комментатор может сказать, тот или иной игрок устал, сразу вылетает статистика, сколько он пробежал, какое количество рывков он сделал. Можно делать очень крутую графику и в целом даже немного геймифицировать саму трансляцию. И тебя это дополнительно вовлекает. Это вы хорошо придумали. А как же другие виды спорта? Сейчас мы начали свой путь именно в футболе, так как в футболе достаточно хорошая технологическая база для этого, которую дальше можно использовать на другие виды спорта, в том числе. Алиса, включи мою волну. Когда-то мы считали, что Яндекс.Музыка это продукт исключительно on the go. Ты представляешь себе человека, который, не знаю, идет по улице, бежит, едет в метро. Но где-то года три или четыре назад мы осознали, что на самом деле домашний сценарий в музыке огромный. И люди очень часто слушают музыку дома. Например, в прошлом году мы запустили технологию Unison. Это возможность с мобильного приложения отправить поток музыкальный на какое-то другое устройство, например, на телевизор. Очень классная функция в Яндекс.Музыке, при которой ты можешь внутри приложения выбирать, на каком устройстве хочешь проигрывать трек. Вот, например, у меня дома несколько станций. Давайте выберем станцию 2. То, на чем мы достаточно много фокусировались в этом году, это сделать так, чтобы музыканты находили свою аудиторию среди слушателей Яндекс.Музыки, чтобы их новые треки, которые выходят, добирались до аудитории. Мы запустили специальный плейлист «Искра». Туда попадают исполнители, треки которых больше всего взлетали на Яндекс.Музыке в этом месяце. За год в «Искре» побывало больше 100 артистов. Их аудитория выросла в среднем на 40%. Сначала трек попадает в мою волну, его начинают больше слушать. Если он взлетает, то он получает больше места в моей волне. То есть большему количеству слушателей ставится этот трек. А дальше, если люди дослушивают до конца, добавляют в свою коллекцию, для моей волны это сигнал, что это какая-то классная музыка, которая всем нравится, и таким образом она все больше и больше распространяется по слушателям. Мы в прошлом году запустили отдельный книжный сервис подписки. Это сервис Bookmade. В нем сейчас более 200 тысяч книг различных жанров от классической литературы и нонфикшена до фантастики и комиксов. В Яндексе давно существуют уже голосовые технологии. Браузер научился переводить видео тебе прямо в реал тайме на другие языки. И в этот момент мы подумали, что вообще, конечно, было бы здорово, чтобы любая книга, которая есть в электронном виде, чтобы ее можно было послушать в аудио. Вообще, конечно, такая технология уже есть. Мы, люди, есть промежуточное состояние между богами и животными. Есть вещи, объединяющие нас со зверьем. Есть то, что делает нас божественными. Природа наша как бы разделена на две силы, тянущие вверх и вниз. Для того, чтобы человеку было комфортно слушать, это должно быть очень похоже на человека со всеми интонациями, с изменением голоса, если говорят, разные герои. И вот над тем, чтобы повысить качество этого комфорта для человека, мы как раз работаем. И я очень надеюсь, что в не очень далеком будущем можно будет любую книгу, которая в электродном виде есть, послушать в аудио. Вы просили напомнить, пора учить уроки сегодня в 15 часов. В Плюсе уже 25 миллионов пользователей. 6 миллионов из них родители. В середине прошлого года какая-то концепция сложилась, что можно собрать в кучу сервисов для детей, какие-то развивающие игры, и представить это в виде дополнительной опции к Плюсу. Сервису еще нет года, и только 1 декабря будет год, но тем не менее, мы явно определили приоритет в продуктовом развитии это создание развивающих игр, так называемое эдютеймент направление, которое сочетает в себе и эдюкейшн образование, и энтертеймент развлечения. То есть, по сути, мы делаем ключевым фокусом создание развивающих игр для детей, в первую очередь, дошкольного возраста. Представить себе взросление ребенка без гаджета уже невозможно. Мы хотели, чтобы, если уж ребенок, особенно в таком маленьком, чувствительном возрасте до школы, получает в руки гаджет, чтобы это время он проводил с пользой. У нас есть приложение AnimOps. AnimOps скорее для самых маленьких, может быть, 3, 4, 5 лет. С помощью него ребенок либо на бумаге, либо прямо внутри приложения может нарисовать героя для мультика, и мультик создается прямо на его глазах. Эй, 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 нарисуй на бумаге сердце. Смотри, папа, какой. Мяу, как мальчик. Мы хотим на основе AnimOps сделать возможность создания генеративных мультиков, которые бы создавал ребенок. То есть ребенок бы создавал сценарий, сетка ему помогала мультик рисовать. Получался бы на самом деле уникальный контент, и наша мысль пошла дальше, что на самом деле ребенок может создать одну серию, а другой ребенок может создать следующую серию. И получился бы такой сериал мультипликационный, созданный полностью детьми, ну, с помощью технологий. Очень хочется верить, что мы такую штуку сможем реализовать там какие-то ближайшие месяцы. У нас есть наш флагманский продукт Сказбука. Это платформа развивающих игр для детей 3-5 лет. Она учит счету, она учит первым основам чтения, буквам, она учит инженерному мышлению, общей логике. Поставь, да, две нужно поставить, да, чтобы не упало зебрами. Вот. Молодец. Ура! Лети домой, птички. У нас есть приложение, которое мы делаем в партнерстве, Кубокот. Это приложение направлено конкретно на подготовку к школе. Оно сделано в соответствии со стандартами в ГОС, подтверждено разнообразными экспертами-учеными. Я думаю, что если ребенок ходит в садик и в выпускной группе там находится, то Кубокот в данном случае будет хорошим сопровождением и подспорьем в такой параллельной подготовке к первому классу. У нас есть начальная школа Яндекс.Учебника. Она тоже входит в опцию Плюс детям с дополнительными курсами русского языка, математики, а также основ программирования вместе с Ровером. То, что дети очень любят, этот курс очень пользуется популярностью. В ближайшее время мы запустим новый сезон. Плюс детям является опцией к Яндекс.Плюсу. То есть есть подписка Плюс, которая дает преимущество использования контента в кинопоиске, в музыке, а вышли на кэшбэк и так далее. Соответственно, если ты хочешь и тебе нужны вот эти детские пакеты продуктов, то ты докупаешь опцию плюс детям и получаешь доступ еще к расширенным возможностям. Все вместе стоит 100 рублей в месяц. Наш продукт, он доступен везде в России. Если ты живешь в каком-то удаленном регионе, где очень мало творческих школ, кружков, дополнительных занятий или педагогов, методистов, которые с твоим ребенком занимаются, ты можешь этот пробел в какой-то степени восполнить нашими и подобными развивающими приложениями. Позволит тебе сделать жизнь своего ребенка лучше и помочь ему в его развитии и воспитании. Мне кажется, это очень круто и это то, что очевидно, то, что драйвит образование вообще во всем мире. 21 день в месяц подписчики используют какой-либо из наших сервисов. Слушают музыку, смотрят кино, читают книги. Вообще, конечно, свободное время человека ассоциируется с домом. Это действительно связано с пандемией, когда люди были вынуждены провести в своих домах очень много времени. Многие люди почувствовали, как важно на самом деле иметь комфортный дом, в котором тебе классно проводить время. И я верю, что мы за год придумаем и реализуем или начнем реализовывать новые возможности для наших подписчиков, потому что подписка это очень долгосрочное отношение. Имея столько подписчиков, мы, конечно, чувствуем ответственность за то, чтобы люди не просто платили за подписку, а пользовались ей с огромным удовольствием. Алиса, я дома. Ура! Теперь этот вечер стал идеальным. Другие эпизоды ЯК смотрите на Кинопоиске или Ютьюб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok